Министерство юстиции, Вашингтон, округ Колумбия. Руки освободить можно? Можно. Благодарю, Скор. Спасибо, что пришел. Эй, ты уж прости, что так? Ты не виноват. Обстоятельства. Это генпрокурор США Рассет, директор ФБР Брандт. Сэр, сенатор Мичем не смог приехать, но мы справимся и без него. Сержант Суэггер вы попросили о встрече. Я на нее согласился в качестве небольшой услуги ФБР. А я что у вас делаю? На меня ничего нет. Я прикрыт. Звоните министру. В этом нет необходимости. Мне и так уже позвонила не меньше дюжины высокопоставленных и наделенных властью лиц. Говорили, чтобы я вас отпустил. Но вся прелесть системы сдержек и противовесов в том, что я могу и обязан послать их на три буквы. Мы собрались, чтобы выяснить истину, так что лучше помолчите. Сержант, у вас пять минут. Да, сэр. Это мое оружие. Без вопросов, я не отрицаю. Вы нашли его на месте преступления после убийства. В ФБР с ним проводились какие-либо манипуляции? Нет, исключено. Стреляли из него? Какой смысл? Пуля была деформирована нещадно. Но экспертиза показала совпадение. Ясно. Пули мои. Ушко моя. Спецагент Мэнфис, на ваш взгляд, я убил патриарха? Нет, не вы. Есть улики в мою пользу? Нет. Но вы мне верите? Да. Вы мне доверяете? Да. И жизнь доверите? Да. Хорошо. Вы что, спятили? Опустите оружие. Поставил на 550. Целиться надо чуть ниже. На таком расстоянии не важно. Важно другое, спятил я или нет. Можно нажимать весь день. У меня полно оружия. Перед отъездом из дома я всегда меняю бойки. Только с микрометром заметишь, что оружие не стреляет. Та пуля была выпущена неделей раньше в банку с тушенкой. Я клялся защищать страну от врагов внешних и внутренних. Не очень получилось. Но когда пыль рассеется, тебе не удастся уйти от наказания, ублюдок. Да ладно. Я не в обиде. Красиво рассказал. Но я тут ни при чем. Фентальмены, встреча закончена. Все. А с тобой еще увидимся. Он прав. У нас нет доказательств. В этой стране. Сэр, взгляните на это. Снимки из засекреченного дела. Тут целая деревня в Африке. Уничтоженная полковниками его подручными. Бог ты мой. Оглянитесь. Здесь же вам не Африка. Все это домыслы. У нас страна людей вольных и храбрых. И я могу уйти. Ваша система моральных координат сбита настолько, что я удивлюсь, если вы найдете выход. Я осуждаю эти действия. Но на них наши законы не распространяются. И только осуждения мало. Мы не в международном суде. И не вправе задерживать полковника за преступление, что он совершил или не совершил за границей. Сэр, пересмотрите свое решение. Нечего тут пересматривать. Я победил. А ты проиграл. Еще раз. Это просто дико. Вообще-то мне эта ситуация тоже не по душе. В таком уж мире мы живем. И правосудие не всегда торжествует. Тут не дикий запад, где побеждают силы и оружие. Хотя порой это бы не помешало. Боб Лисуэгер свободен. Снимите кандалы. Это была пощечина. Да, с оттягом. Он не знал, что ему делать. То ли обосраться, то ли ослепнуть. Видели бы вы лицо генерального прокурора. Опять толкнул речь. О сдержках и противовесах. Мы собрались, чтобы выяснить истину. А ты возьми да скажи, пошел в задницу. Пыль с меня будешь встряхивать. Пошел ты. Правда то, что я скажу. Утром тебе надо будет собраться. Летишь в Эквадор. О, да. У нас там проблемы с местным населением. Наши люди на месте готовы сами все сделать, но... Они вас хотят видеть. Решаем. Они вас хотят. Выключи свет. Машину. Машину подгони. Шуф-фу-фу-фу. Шуф-фу. Шуф-фу-фу. 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 Сделай что-нибудь. Татьяна! Не убивай меня! Не убивай! Это всё они! Я не причём! Ах, дьявол! Погоди! Минуту, погоди! Ты сошёл с ума! Совсем спятил! Я ведь ещё сенатор США! Не отрицаю! Татьяна! 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 Субтитры сделал DimaTorzok